Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций 8 часов ровно 18 мая 2020 года, знак авторского права РИА Новости, Алексей Сухоруков, банкноты номиналом 1 доллар США, архивное фото. Иван Данилов «Все материалы никогда не делай ставку на поражение Америке». Именно этот лозунг любят использовать как американские политики, так и ксенопатриоты США, живущие в России и работающие в российском инфополе. Можно долго рассуждать о том, насколько эта позиция оправдана, но стоит отметить интересную особенность нынешнего экономического кризиса, через который проходят наши заокеанские партнеры. Американские миллиардеры массово демонстрируют, мягко скажем, скептическое отношение к перспективам США, финансовых рынков и вообще ведут себя не очень патриотичным образом. Более того, даже те из них, которые до сих пор играют роль вечных оптимистов, на практике оказываются скептиками и это видно из их собственных действий и инвестиционных решений. Пятницу рынки были ошарашены новостью о том, что известнейший инвестор-миллиардер Уоррен Баффет решил продать 84% своих акций влиятельного банка. Фолдман Сакс. Что было тогда воспринято как доказательство несгибаемой веры известного инвестора в перспективы американской экономики и банковского сектора. Сейчас, в условиях коронавирусного падения экономики, Баффет решил бросить в рыночную топку именно эти акции, причем до этого он полностью ликвидировал свои миноритарные доли во всех американских авиакомпаниях, что в сумме указывает на довольно пессимистичный взгляд пророка и замахи на то, что ждет США в будущем. Несмотря на заверения самого миллиардера о том, что все будет хорошо, его действия говорят об обратном. Другой миллиардер, создатель инвестиционного фонда. Дэвид Теппер, заявил в интервью телеканалу CNBC, что только один раз в истории цены на акции американских компаний были более завышенными по сравнению с их справедливой стоимостью, чем сейчас. И это было в далеком 1999 году, как раз в преддверии знаменитого кризиса даткомов, который обвалил американские рынки. Как отмечают журналисты CNBC, оценки Теппера часто двигают весь рынок акций в США. Это снова произошло в тот день, когда он сделал очередное предупреждение. И вскоре после его интервью индекс Дуо Джонса в этот торговый день достиг своего минимума. Вчера, три часа ровно британский эксперт, коллапс экономики из-за пандемии реальный сценарий экс-партнер Джорджа Сороса и крайне уважаемый в международных экономических кругах миллиардер-финансист Стэнли Дракенмиллер высказался еще жестче, обозначив негативный сценарий как для финансовых рынков, так и для американской экономики в целом. Выступая на заседании экономического клуба Нью-Йорка, Дракенмиллер заявил, что соотношение потенциальных рисков и потенциальной доходности в США сейчас худшее за всю карьеру легендарного финансиста. Более того, он даже не пожалел главную священную корову финансового мира веру во всемогущество Федерального резерва США с его долларовым печатным станком, который ведомство не стесняется использовать для поддержки рынков. Достигнут консенсус, не волнуйтесь, Федрезерв вас прикрывает, сказал Дракенмиллер. И добавил, есть только одна проблема, наш анализ говорит, что это неправда, цитата по Молюсь о том, чтобы ошибиться на этот счет, но я просто думаю, что V-образная, то есть очень быстрая. Прим. АВТ. Восстановление экономики до докризисного уровня. Прим. АВТ. Это фантазия, заявил экс-партнер Сороса. 13 мая, 12-46 распространение нового коронавируса Чубайс видит выход из ковид. Кризисов построения инновационной экономики по большому счету, коронавирусный шок вскрыл уже существующие проблемы, нажав одновременно на многие болевые точки мировой экономики в целом и экономик конкретных стран в частности. Парадоксальным образом именно эта безрадостная ситуация может стать важным фактором для сохранения мира на планете. Если бы экономика США была в лучшей форме, то Вашингтон вполне мог воспользоваться возможностью для реализации каких-нибудь авантюрных геополитических планов в отношении Китая или России. Даже сейчас в Вашингтоне многие выступают за максимально агрессивную антикитайскую политику, включающую возможную экспроприацию китайского портфеля американских государственных облигаций стоимостью в триллион долларов, а также силовые провокации в Южно-Китайском море, не говоря уже о санкциях. Но все эти наполеоновские планы пока наталкиваются на ограничения, вызванные экономическим кризисом и эпидемией. И даже патриотически настроенное агентство задается неудобным вопросом, может ли разоренная Америка вести холодную войну с Китаем. Коронавирус объединил американцев против агрессии Пекина, но он также опустошит бюджет Пентагона. Неутешительный для США и довольно приятный для всего остального мира, ответ заключается в том, что, скорее всего, по-настоящему масштабный конфликт для Вашингтона сейчас будет слишком дорогим удовольствием, что, впрочем, не гарантирует того, что администрация Трампа или администрация Байдена не попробует пойти на такой конфликт в любом случае, независимо от последствий. Можно предположить, что финансировать геополитические авантюры, так же как и восстановление экономики, будут пытаться с помощью долларового печатного станка. Но, судя по всему, даже значимая часть американских миллиардеров-финансистов не верит в его всемогущество, иначе бы они массово скупали все акции и другие американские активы, до которых вообще могли бы дотянуться. Предсказывать траекторию экономического восстановления конкретных стран и мира в целом неблагодарное занятие, особенно в условиях высочайшей эпидемиологической неопределенности. Но с уверенностью можно сказать одно, если американским миллиардерам страшно, а в их заявлениях читается именно страх, значит есть определенные шансы на то, что на выходе из эпидемии мировая экономика сильно изменится и эти радикальные изменения будут не в пользу тех, кто до сих пор считает США бесспорным мировым гегемоном. 7 мая, 8 часов ровно тревожные за жизнь и за экономику, как Франция выходит из карантина.